Здравствуйте, уважаемые участники нашего семинара. Меня зовут Захаров Николай Михайлович, я преподаватель Центра, специалист при МГТУ имени Баумана, ведущий преподаватель. Я думаю, что кто-то из вас со мной уже встречался и знаком. Но тем не менее, я преподаю в Центре уже очень-очень долго и занимаюсь направлением, которое называется настройка и ремонт персонального компьютера, HealthDesk, техник по обслуживанию, ремонту персонального компьютера, техник по обслуживанию компьютера на рабочем месте. В наш курс, в наше направление входит достаточно большое количество курсов. Но, коллеги, вы можете, собственно, посмотреть на сайте Центра компьютерного обучения «Специалист». Там есть раздел техобслуживания и ремонт компьютера «Специалист», HealthDesk. Цель нашего, нашей сегодняшнего семинара, нашей сегодняшней встречи. Если говорить о курсе технического обслуживания и ремонт персонального компьютера, то на этом курсе мы занимаемся техническими средствами персонального компьютера, достаточно подробно разбираем, работав технические параметры основных функциональных узлов. Именно основных, потому что на курс отводится не очень большой промежуток времени. Теоретическая часть курса – это всего 16 академических часов. Соответственно, преподавателям курса надо за 16 академических часов успеть рассказать слушателям, что такое персональный компьютер. Электронная вычислительная машина, как вы все понимаете, устройство не очень простое. Но, тем не менее, практика показывает, что все достаточно здорово, и мы все это дело успеваем. Но, тем не менее, говоря о основных функциональных узлах персонального компьютера, мы, естественно, рассматриваем и такое функциональное устройство, как оперативная память компьютера. Оперативная память современного компьютера, ну, давайте так скажем, вещь достаточно капризная. Для того, чтобы оперативная память правильно в компьютере работала, чтобы все свои возможности могла отдать, ну, вообще, говорю, надо много чего знать, понимать, и оперативную память иногда требуется настраивать. Обо всем об этом мы достаточно, на мой взгляд, подробно вот как раз на курсе говорим. И сегодня же я хотел с вами поговорить, ну, совсем-совсем о таком не очень большом разделе, связанном с настройками и конфигурацией оперативной памяти, как конфигурирование и настройка таймингов. Ну, что такое тайминги буквально через несколько секунд? Вообще, для начала хочу напомнить вам, что такое оперативная память устройства, в котором во время работы компьютера хранится обрабатываемый процессором данные и программы обработки этих данных. Так, знаете что, одну секундочку, одну секундочку, я хочу сейчас остановиться, вот почему. Коллеги, ну, практика показывает, что я хотел отложить это на конец, практика показывает, что в конце, как правило, времени остается совсем-совсем мало. Более того, в этой аудитории, где мы с вами сейчас занимаемся, где я сейчас занимаюсь с вами, буквально через 10 минут после окончания нашего семинара должна стартовать еще группа по следующему курсу, поэтому, ведь я сказал, что вы сможете забрать у меня презентажки, да? Смотрите, пожалуйста, я не знаю, сфотографируйтесь, делайте скриншоты и так далее на своих компьютерах. Адрес в Яндекс.Диске, где эту презентацию вы сможете забрать. У тех, кто присутствует здесь, может это ничего не переписывать, я вам отдам эти файлы, нет никакой проблемы. Это скорее все-таки относится к кому? К слушателям вебинара. Более того, я вам эту презентажечку вживую отдам. Ну, вам это не очень, собственно, сейчас актуально. Ну, я думаю, вы представляете себе, как, собственно, работает с Яндекс.Диском, но, тем не менее, на всякий случай. Вот я эту ссылочку скопировал, сейчас я запущу какой-то браузер. У меня это в данном случае будет Explorer, не суть важно, какой браузер. Пошел по этой ссылочке, пошел по этой ссылочке. Вот, посмотрите, презентация, и можно ее скачать себе. Вот давайте этот вопрос сразу решим, а потом, собственно, непосредственно к тематике наших занятий приступим. Значит, еще раз. Вот, ссылка на Яндекс.Диск, где вы сможете забрать себе эту презентацию. Давайте я уберу, может быть, еще пригодится. Так вот, возвращаемся, собственно... Чак, можно ее кинуть? Нет. Вы ее, пожалуйста, сфотографируйте, скриншот сделайте и так далее. Я не могу вам сейчас каждому на почту эту ссылку кинуть, коллеги. Так вот, оперативная память устройства, в котором хранятся обрабатываемые процессором данные программы обработки этих данных. Как я уже сказал, вещь, которая... Устройство, которое требует в современном персональном компьютере особого внимания и настроек, конфигурирования и так далее. И, соответственно, достаточно большого количества знаний о том, как все это нормально функционировать. Ну, я напоминаю, оперативная память современного компьютера строится на ячейках так называемой динамической памяти. Коллеги, здесь об этом все написано. Основой запоминающей ячейки динамической памяти является такой электрорадиоэлемент, как конденсатор. Конденсатор. Нам с вами надо в памяти запоминать информацию. Двоичная система счисления, нолики и единички, конденсатор может быть заряжен, вот вам единица, конденсатор может быть разряжен, вот вам ноль. Два устойчивых состояния у конденсатора есть. При этом любой конденсатор имеет такую особенность, и, собственно, эту особенность пока побороть не удалось. Особенность следующая. Любой конденсатор имеет токи утечки, и в течение времени, естественно, заряд конденсатора самопроизвольно утекает. То есть конденсатор самопроизвольно разряжается, поэтому динамическая оперативная память требует постоянной процедуры регенерации. Генерации, процессы регенерации, это процесс восстановления заряда на конденсаторе. Ну, вообще, кроме динамической памяти, есть и другие типы памяти. Есть память статическая, основной запоминающий элемент, там транзистор, транзисторный ключ. Но, тем не менее, статическая память в качестве оперативной памяти компьютера не используется. Это дорого. Достоинство динамической памяти недорогая. Достаточно плотная упаковка, то есть в одном кубическом элементе объема полупроводникового кристалла таких ячеек можно много достаточно создать. И небольшое энергопотребление. Значит, используется именно динамическая память. Значит, коллеги, для того, чтобы о таймингах говорить, нам надо с вами вот что обязательно знать о памяти. Микросхема памяти. Она представляет собой, ну, во-первых, во-первых, вот это, наверное, я просто, извините, пропустил слайд. Значит, физически память представляет собой набор микросхем или же модулей, содержащих микросхемы, которые подключаются к материнской плате при помощи специальных разъемов. Ну, их называют разъемами оперативной памяти. Вот, посмотрите, здесь на картиночке, собственно, часть материнской платы с установленными в разъемы модулями памяти изображена. Так вот, микросхема памяти, которая расположена на модуле, представляет собой матрицу запоминающих ячейк. Коллеги, ну, здесь несколько утрированно, знаете, такой, ну, совсем-совсем упрощенный вариант микросхемы. Конечно, микросхема несколько сложнее. Но по своему составу это не только матрица запоминающих ячейк, но нам с вами пока этого будет достаточно. Собственно, матрица запоминающих ячейк, таблица. С таблицами мы все работать умеем. Для того, чтобы какую-то конкретную ячейку памяти адресовать, для того, чтобы какую-то конкретную ячейку таблицы адресовать, на микросхему памяти последовательного времени выдают два сигнала. Первый сигнал называется сигнал выбора адреса строки, раз. После того, как на микросхему приходит сигнал выбора адреса строки, происходит процедура активации строки. Активация строки, но это сейчас вот для нас, для нашего понимания, все ячейки памяти в строке расположенные, подготавливаются к чтению. А для того, чтобы в дальнейшем выбрать конкретную ячейку и строки, на микросхему выдается сигнал КАС, сигнал выбора адреса столбца, и, собственно, происходит чтение или же запись информации в конкретную ячейку памяти. Основными и наиболее известными характеристиками оперативной памяти являются тип памяти. Тип памяти – это ее физическая организация. Сейчас в персональных компьютерах используется память, так называемая синхронная, синхронная динамическая память. И за время существования персональных компьютеров, через их архитектуру прошло достаточно большое количество типов синхронной оперативной памяти. Это была память просто SD-RAM, синхронная динамическая память. Потом на замену ей пришла память DDR, SD-RAM, DDR2, SD-RAM, DDR3. Мы иногда, когда называем эти типы памяти, мы отбрасываем SD-RAM. Говорим просто DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Это, наверное, пока последний тип памяти, который используется в современном персональном компьютере. Обещают нам появление DDR5. Ну, появится, будем рассказывать, естественно, о DDR5. Ну, чем эти типы памяти один от другого отличаются? Вот как раз на курсе техобслуживания и ремонт компьютера, на который, я думаю, вы придете ко мне когда-нибудь, чтобы обо всем этом говорить гораздо подробнее. Я вам расскажу. Так вот, тип памяти, объем, ну, понятно, объем оперативной памяти. Здесь, в отличие от многих других параметров, можно подходить с таким понятным подходом, что маслом кашу не испортишь, оперативной памяти. Вообще памяти не бывает много. Памяти всегда, как правило, не хватает. Так вот, объем, соответственно, тактовая частота или же пропускная способность шины памяти, обо всех этих характеристиках будем говорить когда-то там вот на курсе. Но помимо этих вот всем хорошо известных параметров, память характеризуется еще и так называемыми временными задержками или же таймингами. Значит, тайминги оперативной памяти, временные задержки, то есть это какие-то временные интервалы. Вот что, коллеги, интересно, что тайминги, и это очень важно, это надо знать и понимать, что тайминги оперативной памяти задаются, конфигурируются не в единицах измерения времени, а тайминги оперативной памяти задаются или конфигурируются в количестве тактов рабочей частоты шины памяти. Синхронная память на модуль памяти по шине, тот интерфейс, тот набор проводников, который модуль памяти связывает с контроллером памяти, выдается по проводнику набор серии синхросигналов, которые следуют один за одним. Так вот, для того, чтобы какая-то операция в модуле памяти происходила, необходимо, чтобы на модуль памяти пришел синхросигнал. Так вот, тайминги определяются не временными задержками, не секундами, то есть не временными параметрами, не секундами, миллисекундами и так далее, а определяются количеством тактов рабочей частоты шины памяти. Давайте я, коллеги, напомню вам, а что, собственно, такое такт. Ага, напомню, а не напомню. Вот посмотрите, временной интервал, время. Вот от начала этого синхросигнала до начала этого синхросигнала это один такт. Соответственно, от начала этого до начала этого это два такта и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, временной интервал задается не в секундах, а именно в количестве тактов рабочей частоты шины памяти. Почему я говорю, что это очень важно понимать и знать? А потому что, так, извините, потому что, когда мы изменяем частоту памяти, частоту шины памяти, вот смотрите, я сейчас буду растягивать, частоту я делаю больше. Посмотрите, у меня тайминги увеличиваются. Сейчас я буду частоту делать меньше, чаще у меня синхроимпульсы идут. Видите, тайминги уменьшаются. То есть, я что хочу показать? Где-то в настройках стоит какой-то там тайминг равен 7, или какой-то там другой тайминг равен 9. В программе биосетап как будет этот параметр 7 или 9, так он и будет стоять. Но при этом, в зависимости от того, какая частота установлена, сам временной промежуток будет совершенно разным. Хотя, повторяю, значение тайминга, которое задается количеством тактов, останется то же самое. То есть, сказать так, ну кому-то мне сказать вот так, Николай Михайлович, я не менял тайминги, я не менял временные параметры, а при этом я изменил только частоту, это значит что сказать? Это как раз сказать, что тайминги вы тоже обязательно поменяли. Увеличили частоту, тайминги стали более короткими. Уменьшили частоту, тайминги сделались более длинными. Вообще, между таймингами и частотой, временными интервалами и частотой, коллеги, я сейчас, может быть, чуть-чуть вперед убегу по презентажке своей, существует вот такая вот временная зависимость. Вот, зависимость. Один такт, время. Это прямо обратно пропорциональная величина. Один такт, временной интервал в секундах, это единица, деленная на рабочую частоту шины памяти. Ну, такой пример, такой просто пример, смотрите, у нас частота, ну давайте, это нереальные частоты. Тут сейчас идет другой курс. Так, ну, например, естественно, с такими частотами сейчас память не работает, ну, просто как бы так ради интереса, да? Вот частота, 100 МГц. 100 МГц частота, один такт, чему будет равен? Так, 10 наносекунд, надо единичку разделить на 100 МГц, 10 наносекунд. А при частоте 200 МГц, чему будет равен один такт? Он будет равен уже 5 наносекундам, но при этом сам параметр, сам тайминг, как был указан в один такт, так и будет указан в один такт. Ну, я думаю, что все это уже давным-давно поняли, и я, наверное, слишком уж подробно и много об этом говорил. Так вот, изменение частоты, естественно, влечет за собой изменение тайминга. Стандартами, стандарты оперативной памяти современного персонального компьютера утверждаются и разрабатываются вот такой инженерной организацией, которая называется GDEC. И, собственно, именно эта организация определяет характеристики, временные, скоростные параметры существующих типов оперативной памяти. Так вот, вообще говоря, в стандарте GDEC определено, коллеги, давайте я скажу, очень большое количество различных таймингов, несколько десятков различных таймингов. При этом есть группа таймингов, которые принято называть основными. Основными называют 4 тайминга, и в маркировке модулей памяти обычно вот эти 4 тайминга указываются. Я вам сейчас попробую немножечко, как бы, физический смысл именно этих 4 таймингов и рассказать. Так вот, я сказал, да, посмотрите, вот у меня есть модуль памяти. Ну, не у меня в данном случае фотография, да, фотография модуля памяти. И посмотрите, вот в маркировке памяти последовательность из 4 цифр. Последовательность из 4 цифр, 9, 9, 9, 24, это как раз и указаны вот эти вот основные тайминги. Ну, разработчик модуля, чтобы нам с вами было проще, указывает в маркировке. Причем тайминги в маркировке модулей задаются всегда в жестко определенные последовательности. Это определено стандартом GDEC. Первый ТЦЛ, ТРЦД, ТРП, ТРАС, об этих таймингах я вам сейчас расскажу. Вообще говоря, тайминг, временная задержка, это физический параметр микросхемы. Насколько хорошо микросхема, кристалл получился у изготовителя модуля памяти. Поэтому бывают микросхемы с большими задержками, с меньшими задержками. Ну, понятно, если мы говорим о памяти, чем меньше задержки, то есть чем меньше тайминги, тем, естественно, скорость обращения, скорость работы оперативной памяти будет выше. При всех остальных прочих условиях. Так вот, изготовители модуля памяти определяют стандартные значения, значения по умолчанию. И сам модуль памяти, собственно, знает, какие тайминги для него изготовителям определены. На модуле памяти, в современном модуле памяти, обязательно присутствует вот такая небольшая микросхема. Называется микросхема SPD Serial ProSense Detect. Это небольшая флеш-память, небольшой кусочек флеш-памяти, куда, собственно, изготовитель модуля записал параметры этого модуля. И, соответственно, настраивать параметры памяти, настраивать тайминги пользователь, компьютер может либо вручную, либо говорить, что настройки будут происходить автоматически, то бишь по SPD. Как посмотреть, давайте сначала не настройках, а как посмотреть тайминги оперативной памяти, которая установлена в вашем персональном компьютере. Ну, коллеги, здесь много программ, причем множество бесплатных программ, которые позволяют посмотреть различные параметры компьютера. Одна из таких вот бесплатных программ, мне очень нравится эта программа. Коллеги, она постоянно обновляется, она действительно бесплатная. Называется эта программа CPU-Z. Она устанавливается, устанавливается она буквально там в течение трех секунд. После этого, после ее установки, она запускается. Окошко, много-много различных вкладочек. Можно получить информацию об различных устройствах компьютера, в том числе информацию об оперативной памяти. Вот, посмотрите, модуль памяти. Модуль памяти. Вот, посмотрите, эти самые тайминги, о которых мы с вами сейчас будем говорить. Причем, вот здесь в программе CPU-Z указаны еще и дополнительные, дополнительные несколько, вот в данном случае два дополнительных тайминга, которые, ну, чаще всего не относят к основным. Так вот, об основных таймингах давайте мы с вами поговорим. Что это такое? Ну, для того, чтобы поговорить о таймингах, давайте вот так мы с вами поступим. Я сейчас попробую вам немножечко порисовать. Коллеги, ну, извините, буду рисовать в блокноте качество. Ну, относитесь, соответственно, с пониманием к тому рисунку, который я сейчас делаю. Я рисую микросхему памяти. Вот мы с вами сказали, микросхема матрица запоминающих ячеек, микросхема структуры несколько более сложная, чем просто матрица запоминающих ячеек. В микросхеме есть вот такой вот еще выходной усилитель и выходной буфер. Прежде чем электрический сигнал, который будет считан с микросхемы, попадет в мир и будет по шине, по проводнику передаваться, его необходимо усилить, сформировать и, собственно, после этого уже отправлять на шину. Поэтому вот такой вот выходной усилитель. Вот это вот микросхема. Ну, помните, давайте микросхема матрица запоминающих ячеек. Коллеги, ну, немножечко кривовато, отнеситесь с пониманием, немножечко тороплюсь. Матрица запоминающих ячеек, вот собственная микросхема. И вот эта шина, куда собственная информация передается с микросхемы или при записи в микросхему, откуда получается записываемая информация. Значит, давайте вспоминать, мы с вами сказали. Для того, чтобы считать информацию с микросхемы памяти, сначала на микросхему нужно выдать сигнал выбора адреса строки. Сигнал раз. И мы сказали, что происходит процедура активации строки. Вот что происходит в реальности, во время активации строки, вот вся информация со всех конденсаторов, со всех ячеек памяти, которые находятся в этой строке, переписывается, сливается вот сюда вот, в этот выходной усилитель. Все слилось сюда, переписалось, если хотите. Все мы прекрасно понимаем, что в нашем мире никакие процессы мгновенно не происходят. Каждый процесс, естественно, с течением времени происходит. Дальше вспоминаем, для того, чтобы считать информацию из конкретной ячейки памяти, необходимо выдать на микросхему сигнал КАС. А вот сигнал КАС-то выдается не на матрицу, а сигнал КАС выдается вот сюда, уже на этот вот выходной усилитель. И адресует конкретную ячейку. Коллеги, вот это вот время, какое-то ведь будет затрачиваться, да? Какой-то тайм-аут нужен для того, чтобы информация из строки матрицы в выходной усилитель переписалась. Вот это вот и есть первый тайминг, о котором я вам буду рассказывать. Этот тайминг называется задержка сигнала, задержка между сигналами РАС и КАС. Сокращенно Т, извините, Т-Р-Ц-Д, ну или же вот так Т-Р-Ц-Д. Вот здесь вот определение таймингов я дал вам. Время от момента обращения к строке, то есть момент прихода сигнала КАС, до момента обращения к столбцу. Задержка между этими двумя сигналами, естественно, чем она выше, тем медленнее работает память, тем она меньше, тем память работает быстрее. Так, Т-Р-Ц-Д. Физический смысл пытаюсь объяснить, напомню вам. Ну, коллеги, естественно, так с точностью до главной идеи, до главного смысла. Самый известный всем нам тайминг, тот тайминг, который называется латентность. КАС, латентси, латентность. Значит, что такое латентность? Ну, Т-Ц-Л обозначают очень часто. Латентность. Вот смотрите, на выходной усилитель пришел сигнал КАС. И с выходного усилителя информация должна передаваться вот сюда на шину. Это займет какой-то промежуток времени? Естественно, займет. Вот это вот и есть латентность. Момент прихода на микросхему сигнала КАС, это момент, когда на микросхему полностью выдана команда на чтение. Вот на микросхему выдали команду на чтение, и только с некоторой задержкой на шине появятся данные, которые считываются с этой микросхемой. Латентность. Вот здесь определение. Время от момента прихода команды чтения, ну или записи данных, до момента выдачи первого элемента данных на шину. Ну, то, что, собственно, я вам и сказал. Коллеги, следующий тайминг, следующий тайминг. Ну, вообще говоря, вот на той схеме, которую я сейчас использую для их комментариев, для пояснения, ну, с некоторой, такой, с некоторой натяжечкой этот тайминг можно обрисовать. Ну, смотрите, основной запоминающий элемент – это конденсатор. Ячейка – это конденсатор. Коллеги, когда с конденсатора считывается информация? Вообще говоря, принцип работы конденсаторной динамической памяти проще всего вот на чем иллюстрировать. Где-то я пытаюсь нарисовать кружку с водой, но кружка у меня какая, дырявая. Вот записалась единичка, а кап, 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 кап. И в итоге единичка во что превратится? В нолик. Вот это вот и есть токи утечки. Это и есть причина того, что водичку сюда надо периодически доливать, то есть выполнять процедуру регенерации памяти. Так вот, смотрите, кружка с водой. Когда с микросхемы из этой кружки считывается информация, считать микросхему, то есть считать информацию из конденсатора – это все равно, что взять, вот мы с вами только что сказали, сливается это все, да, и вылить информацию из этой кружки. Вылить эту воду. Все, после операции чтения в строке памяти больше нет ничего. Ну а как же тогда? В следующий раз тоже надо будет обратиться в эту строчку. Поэтому надо восстановить все, что отсюда считалось, все, что отсюда слилось. Коллеги, вот так, очень условно. Надо взять все, что здесь есть, и вот сюда вот опять записать. Восстановить информацию в строке. Понятно, что говорю? На это будет затрачено какое-то время? Естественно, будет. Это тоже будет какое-то дельта Т. Причем, обратите внимание, вот на что, прежде чем произойдет вот это вот восстановление информации, заливка новой порции воды в эти кружечки, читать информацию из этой строки нельзя. То есть выдать повторно сигнал раз нельзя. Между двумя последовательными сигналами раз, выдаваемыми на одну и ту же строчку, нужно выждать некоторый промежуток времени. Вот этот тайминг называют чаще всего, ну вообще говоря, его по-разному могут называть, в программах биосетап его чаще всего называют раз-причерч, ТРП. Минимальное время между двумя последовательными сигналами раз, выдаваемыми на одну строку матрицы. Если сигнал раз придет раньше, чем будет восстановлена информация на конденсаторе, естественно, информация будет читана из этой строки неправильно. Раз-причерч. Причерч-перезарядка. Перезарядка перед повторной выдачей сигнала раз. Ну и последний тайминг, о котором я хотел бы вам рассказать сегодня, коллеги. Вот последний тайминг на этой схеме моей, такой упрощенный, естественно, я не могу пояснить. Я могу пояснить вот этот последний тайминг на кружке с водой. На кружке с водой, дырявой кружке, из которой водичка постепенно убегает, убегает, убегает. Вот смотрите, коллеги, к строке произошло обращение, строка активировалась, и постепенно водичка убегает, 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 убегает. Вот последний тайминг, о котором я вам рассказывал, это вот это вот время. Как долго можно спокойно, совершенно наблюдать за этим процессом? Ну, убегает, стекает водичка, и бог с ней. Спокойно наблюдать за этим процессом, и быть уверенным, что информация с этого конденсатора считается правильной. Она пока будет восприниматься как единица. Как только это время превышается, единичка уже превращается во что? Превращается уже в ноль. Вот этот тайминг называют, опять-таки, в программах биосетап по-разному. Очень часто Active to Pre-Church, дилей, террас, террас. Время, в течение которого строка памяти доступна для чтения, не требует регенерации. Минимальное время активности строки, то есть минимальное время между активацией строки и подачей команды на перезарядку. Ну, собственно, то, о чем я вам и попытался рассказать на этой схеме. Вот, коллеги, как бы основные тайминги. Ну, как я уже сказал, GDEC таймингов, характеризующих работу оперативной памяти, определяет там больше, чем два десятка. Это точно совершенно. Вот здесь, видите, команда CPU-Z, то есть программа CPU-Z. Вообще, вот что я вам хочу сказать. Эту замечательную программу вы можете совершенно бесплатно получить. Коллеги, вот с этого сайта. CPU-ID.com CPU-ID.com Там есть несколько очень достойных, на мой взгляд, совершенно бесплатных программ. Вот одна из них CPU-Z. Вот. Ну, посмотрите, вот в программе CPU-Z на вкладочке память указывается еще два тайминга. Ну, они даже в программах BIOSетап не всегда указываются, но, тем не менее, вот еще два тайминга. Тайминг TCR или же CR, Common Rate. Время, необходимое для декодирования контроллером команд и адресов. То есть, если утреживать, это время между двумя последовательными любыми командами, которые контроллер памяти, устройство управления памятью может выдать на модуль. Выдал команду на чтение, вторую команду на чтение он должен выдавать с некоторой задержкой. Выдал команду на чтение, а потом команду на запись он должен выдавать с некоторой задержкой. Вот этот Common Rate определяет вот это время между двумя последовательными командами, которые выдаются на модуль памяти. И это время сейчас в современных системах равно либо один так, либо два так. Ну естественно, чем меньше, тем лучше. Если один так, то память работает быстрее. Ну а ТРФЦ это что такое? А это минимальное время между двумя циклами регенерации. Вообще говоря, вот по смыслу может быть несколько похоже на то, о чем мы с вами вот только что говорили, вот на этот параметр. Но это вообще говоря совсем-совсем не то. Тут все эти тайминги характеризовали микросхему памяти, с которой идет работа. Вот активация произошла строки и так далее. А это время, вот это время определяет, как часто нужно регенерировать память, если из этой строки ничего не читается. В какую-то строчку памяти записали что-то, вот в какую-то строчку памяти записали какую-то информацию, но обращения к ней нет. К ней нет обращения, она никогда не активировалась, пока еще по крайней мере. Так вот, ну это же кружка с водой дырявая. Вода-то будет отсюда убегать, заряд будет стекать. Поэтому вот этот тайминг, который здесь определен в программе ЦПУЗ, это время между регенерациями вот этой неактивной строки. Так, ну это как вы можете посмотреть тайминги для оперативной памяти, использующейся в вашем компьютере. Теперь, коллеги, как можно настраивать? Настраивать тайминги можно в программе Биосетап. Настраивать тайминги можно двумя способами. Ну посмотрите, вот где-то в программе Биосетап есть. В данном случае, ну понятно, что в программе Биосетап различных параметров будут как-то по-разному называться, в разных местах этой программы располагаться. Сейчас я вам покажу, как бы, последовательность, как добраться до таймингов одной из современных программ Биосетап. Я сделал скриншотики с нее. Вот посмотрите, где-то в программе Биосетап параметр, выбор таймингов, драм тайминг. И посмотрите, параметр может принимать значение либо авто, либо нам подчеркнули авто, это значит по той информации, которая написана в микросхеме СПД. Либо же этот параметр можно поменять с авто на мэнюал. Ручная настройка. Вот под этой строчкой в программе Биосетап присутствует набор таймингов, которые мы изменять можем. Когда режим авто, вот этот набор таймингов, он блекленький, неактивный, мы просто можем посмотреть, какие тайминги сейчас установлены. Если же мы переводим этот параметр в режим мэнюал, у нас эти строчки активируются, становятся яркими и мы можем вводить вручную, указывать тайминги для оперативной памяти. Ну и посмотрите, здесь вот, собственно, показаны в каких пределах эти тайминги, эти параметры можно было менять. Надо точно совершенно понимать, что для каждого типа памяти, для каждого модуля памяти, пределы изменений, вот эти вот циферки, которые здесь будут появляться, они, собственно, могут быть разные. Ну и, коллеги, вот смотрите, я для примера взял скриншоты с достаточно современной программой Биосетап, так называемой UEFI BIOS, красивый оконный интерфейс, мышка может работать и так далее. Ну давайте будем считать так, включили компьютер, понажимали, понажимали кнопочку DEL или кнопочку F2 и у нас запустилась программа Биосетап, в которой мы можем настраивать различные параметры персонального компьютера. Значит, для того, чтобы добраться до настройки конфигурирования таймингов, вот в этом варианте программы Биосетап, используем кнопку дополнительно, переключаемся в дополнительный режим. В дополнительном режиме перед нами окошко, в котором несколько вкладок. Нам надо, вот в этом варианте, еще раз подчеркиваю, программа Биосетап переключиться на вкладку Твикер, АИ Твикер, интеллектуальный Твикер. И посмотрите, здесь мы видим параметр управления временными параметрами DRAM. Ну, коллеги, это хорошо, естественно, что вот сейчас у меня здесь русскоязычный вариант программы Биосетап. В англоязычном варианте будет написано фактически все то же самое в английском, соответственно, языке. Но, тем не менее, давайте русскоязычный вариант рассматриваем управление временными параметрами памяти. Щелкнул сюда мышкой и увидел те самые тайминги, которые программа позволяет изменять. Коллеги, я специально взял эту программу для примера. Потому что больше таймингов, большее количество таймингов, которые разработчик программы дал нам поменять, я ни в одной программе больше не видел. Но это действительно, знаете, такой феномен. Во-первых, смотрите, вот то, что я говорил. Основные временные параметры, основные тайминги, те основные четыре, о которых мы с вами говорили, плюс вот этот самый common rate. Дальше, ниже, второстепенные параметры. Еще, оказывается, есть с точки зрения разработчика третьи степенные параметры. Иногда, коллеги, они под таймингами называются. Ну, естественно, их такое огромное количество. Нам с вами, как правило, если мы начинаем что-то там менять и настраивать тайминги, достаточно вот этого, этих возможностей, которые основными временными параметрами, или основными таймингами называются. Вот так в программе Биосетап можно тайминги настраивать. Ну, коллеги, здесь я показал кусочек, ну, такая, знаете, более ранняя версия программы Биосетап, текстовый такой режим, и тоже обратите внимание. Вот возможность настраивать тайминги, и опять разработчик программы говорит, вот есть тайминги основные, а это все какие-то дополнительные тайминги, иногда их под таймингами называют. Ну, разные программы Биосетап, как я уже сказал, разное количество таймингов позволяет изменять. И самый главный вопрос, а для чего, собственно, менять тайминги? Ну, хорошо, поставили в программе Биосетап авто, и все замечательно работает. Вообще говоря, в большинстве случаев мы с вами так с компьютером со своими поступаем. Есть автонастройки, и все должно замечательно функционировать. При этом изменять тайминги, когда нужно. Ну, коллеги, есть такое понятие разгон. Разгон компьютера, разгон устройств компьютера. Разгон это что такое? Разгон это попытка заставить различные устройства компьютера работать с более высокими частотами, то есть быстрее, чем для них предусмотрел изготовитель. Разгон это сейчас очень популярная методика. Ну, а что могу сказать? Вот скажите, пожалуйста, не мечтали каждого из нас за меньшие деньги купить более производительную, более быструю систему? Если вы мне скажете нет, я не поверю. А разгон, посмотрите, разгон это собственно и что денег заплатил за устройство меньше, а пытаюсь заставить его работать быстрее, как будто я купил более дорогое устройство. Так вот, во время разгона, естественно, пользователь может пытаться менять тайминги. При этом тайминги во время разгона можно менять, как и в сторону уменьшения, а иногда и в сторону увеличения. Почему? Ну, потому что на современную оперативную память, на современные модули памяти, изменение в меньшую сторону таймингов, хотя и оказывает влияние, коллеги, ну, поверьте мне, очень-очень незначительное. Изменение таймингов, да, повышает производительность памяти, ну, это, знаете, это несколько единиц процентов, обычно, ну, в пределах 10 процентов. Ну, а с другой стороны, а почему бы нет? Здесь немножко, там немножко и там немножко, а в итоге система начинает работать. Гораздо более серьезно на увеличение производительности влияет изменение частоты. Частоту памяти увеличивают, соответственно, производительность будет расти больше, чем при уменьшении таймингов. Но при этом, смотрите, штука какая, вот я сказал, что при разгоне иногда сами тайминги-то приходится чуть-чуть увеличивать. А почему? А потому что, как мы с вами это только что все рассматривали, потому что, когда мы увеличиваем частоту, мы тем самым физическое значение тайминга, сам временной интервал, что с ним делаем? Уменьшаем. И вот за счет этого, за счет этого мы с вами можем столкнуться с ситуацией, когда частота становится больше, а тайминг становится настолько маленьким, что память перестает работать. И вот тогда приходится немножечко увеличить. Это раз. Но это, коллеги, это не каждому. Хотя разгон штука интересная, и почему бы не попробовать, если я умею это делать? О разгоне приходите на курс, мы тоже с вами подробненько поговорим. Теперь, когда еще иногда принято тайминги ставить большего значения, чем определил изготовитель? Будем с вами на курсе ТОР говорить, что сейчас существует проблема совместимость модуля памяти с конкретной материнской платой. У нас с вами может быть совершенно замечательный модуль памяти от какого-то известнейшего производителя, который дает вообще пожизненную гарантию на этот модуль. И у нас есть совершенно замечательная материнская плата, тоже от какого-то известного производителя. Но они вместе работать не отказываются. Вот этот модуль на других материнских платах работает, а на этом нет. Проблема совместимости, она существует. Так вот, если мы с вами с такой проблемой столкнулись, что у нас, ну вот, не почитали инструкции по эксплуатации материнской платы и так далее, столкнулись, купили модуль несовместимый, мы можем все-таки попытаться заставить работать этот модуль памяти, несколько увеличив его тайминги. Когда мы тайминги увеличиваем, мы таким образом, ну, как бы, устойчивость, стабильность работы памяти увеличиваем. Да, в моей практике были такие случаи, когда несовместимый модуль начинал функционировать только лишь потому, что я несколько увеличивал тайминги по сравнению с теми, которые были определены для него изготовителем. Ну, вообще говоря, при ручной настройке таймингов рекомендуется изменять значение постепенно, не сразу, знаете, так, от начала до конца, там было от единички до десяти можно менять, значит, не надо либо десять, либо единичку сразу ставить. Постепенно изменяются значения, и, вообще говоря, при таких экспериментах, таких экспериментах рекомендуется после каких-то изменений обязательно перезагружать компьютер и проверять его на работоспособность, на устойчивость работы. Если в компьютере появляются какие-то сбои, синие экраны смерти, или у вас на экране начинает появляться сообщение, память не может быть рит и так далее, ну, это значит, что ваши изменения в характеристике, в тайминге, как бы оказались неработоспособными, надо идти в программу биосета, поменять их назад. Ну, естественно, практический результат, насколько будет изменяться производительность системы, будет в итоге зависеть от конкретного вычислительного процесса, который вы на своем компьютере используете. Чем, собственно, занимаетесь вы на своем компьютере. Ну, коллеги, а в заключении, собственно, я здесь подвел итог, и все, что мы сказали о таймингах, здесь числовые параметры, относятся к числу вознейших, следует руководствоваться следующим правилом, чем меньше будет значение таймингов для модулей одного типа, работающих на одной тактовой частоте, тем, естественно, лучше номинальные значения в АЗУ, в СПД, и пользователи могут менять эти значения самостоятельно, вручную. Коллеги, это все, что я хотел вам рассказать про тайминги оперативной памяти за тот маленький промежуток времени, за 45 минут, которые для нашего семинара были отведены. Всем вам огромное спасибо за внимание. Слушателям вебинара особое спасибо, что нашли время, подключились к нам. Надеюсь, что эта информация была для вас интересна, и еще раз, еще раз, ссылка на Яндекс.Диск, откуда вы можете, на облачко, откуда вы можете вот эту презенташечку, демонстрируемую сейчас мною, забрать себе. Все, коллеги, к сожалению, сейчас тут должны начаться следующие занятия, поэтому всего вам доброго, спасибо за внимание, и до следующих встреч.